Библиотека номер 18, которая находится в дальнем засвияжье Ульяновска, выпала честь стать первой модельной библиотекой города. Учреждение попало в число победителей дополнительного конкурсного отбора национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Первому читательский билет вручили губернатору Сергею Морозову. От всей души я хочу поздравить с замечательным праздником, с замечательным юбилеем 45-летней библиотечной системы города Ульяновска всех вас, представителей средств массовой информации, всех тех, кто хоть раз заходил в библиотеку или которые мечтают прийти в библиотеку. Сейчас пространство библиотеки номер 18 полностью модернизировано. В нем соединяются традиции классической библиотеки и цифровые новшества. Все это стало возможно благодаря выделенным из федерального бюджета субсидиям в размере 5 миллионов рублей, а также дополнительного финансирования из муниципального бюджета в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей. В результате значительно изменена инфраструктура библиотечного обслуживания. Приобретены современная мебель, компьютерное библиотечное оборудование, офисная техника, фонд пополнен новой литературой. Это все позволяет реализовать новые услуги. В библиотеке появилось новых 10 интерактивных зон и 10 новых услуг. Вы можете познакомиться с интерактивным киоском «Финансовая грамотность», где можно и малышам, и взрослым пройти тестирование на финансовую грамотность и приобрести навыки. Вы можете посещать курсы повышения компьютерной грамотности, как для детей, так и для взрослых. Вы можете здесь работать в аудиостудии, записав песню или аудиофайл любого текста. Но это еще не все услуги. Теперь дети дошкольного возраста смогут посетить школу умного чтения и развить навыки смыслового чтения, а также различные методики запоминания текста. Для молодежи организована современная школа видеоблогеров. Есть PlayStation. Еще одна новинка библиотеки – интерактивный «Глобус». Он поможет юным посетителям узнать больше о животных и странах мира. В библиотеке даже есть свой издательский комплекс. Он предполагает создание дизайна проекта, предпечатную подготовку, брошюровочно-переплетный процесс и ламинирование. После модернизации читатели получили бесплатный доступ к лучшим и качественным электронным и цифровым ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке. Для посетителей Центра активного долголетия это новые возможности, потому что у нас огромное количество заявок на обучение грамотности, скажем так, телефона и обучением работы на смартфонах. И мы это делали своими силами здесь. А возможности обучить компьютерной грамотности здесь не было. Теперь и эти возможности у нас есть, и дети, и молодежь, и серебряные поколения получают для себя новые технологии, новые возможности и новые, по большому счету, сервисы. Аналогичная библиотека нового типа открылась на нижней террасе на базе библиотеки номер 12. Всего в этом году в регионе было открыто 6 модельных библиотек. В 2020 году планируют модернизировать еще несколько библиотек, среди которых будет Центральная городская имени Гончарова и две детских в Димитровграде и Сенгелеи. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ.